Вот сын тоже мой говорит, а где же наша теплица? Я ее сюда привез. Шоссе Холмогорского, переулок Трим. Хочешь посмотреть теплицу? Хочешь посмотреть теплицу? Завтра с ним увидим теплицы. Как до суда добраться? Возникает вопрос, где ваша теплица производится, причем в каком качестве? Вот посмотрите, что за моей спиной находится. За моей спиной находится наша замечательная тюрьма. Прямо за мной спиной. С другой стороны, там машины продают. Чуть-чуть вверх поднимаетесь, приезжаете сюда, стройматериалы на холмах. Сюда заходите, сюда заходите. И вот ваши теплички, причем не только теплички, а и все остальное. Теперь возникает вопрос, а как эти теплицы работают? А вот для этого нам придется пообщаться с людьми, которые их покупают. Или хотят их купить. Говорят, что журналисты могут купить. А нет, меня не купили. Но иногда мой ротик закрывают. И поэтому о теплицах сегодня будут говорить горожане. Ну, вы их прекрасно знаете. За вашей спиной теплицы. Теплицы, причем в хорошем качестве, да? И честно говоря, я нигде таких не видел. Вы их где-то видели такие? Нет, не видел. Хотелось бы такие? Ну да. А мы уже брали, поэтому и еще хотим приобрести, вот посмотрели. То есть вы раньше здесь брали, да? Да, здесь именно. Именно здесь и брали. А теперь хотите что-то новенькое? Ну, еще теплицу надо, потому что одной мало. То есть вы понимаете результат. Лучше экономить сейчас, а потратить деньги на что-то другое. Ну, так оно и есть. А куда доехать? Шоссе Холмогорского 3. Здесь, наверное, на холмах. Я сюда чеченько заглядываю. Так что вот стоят. Посмотрите, по-моему, нормально. Чтобы понять, что это такое, надо все это дело прочувствовать и определиться. В некоторых случаях кому-то нравится это даже больше, чем мне. И я, естественно, хотел бы консервы домашние есть. И мне нужна теплица. Что такое теплица для вас? Для меня, ну, вместо, можно выращивать овощи и фрукты, которые на открытом грунте плохо растут. То есть это помидоры, огурцы и перец, да? Да. А также еще там можно баклажаны выращивать. Арбузы, дыни даже вплоть до этого. Вплоть до этого. То есть мы, по сути, говорим, что нам ничего больше не надо. У нас есть теплица, и уйдите вы со своими арбузами. Можно и так сказать. Хотя у нас они растут и на открытом грунте. То есть понятен результат. По сути, нам теплицы более чем необходимы. По сути, если бы мы всей когортой стали работать с землей, то количество денежных средств, затраченных на покупку продуктов, уменьшится до минимума. Как вам такой вариант? У нас три штуки стоит. Вы три штуки купили здесь? Да. Ну, тогда еще в том году и позатом. Вау. Три стоит теплицы. Спасибо большое, потому что я-то думал, что я начинаю экономить. Оказывается, вы, короче, меня экономите. У нас уже три теплицы стоит. Сейчас четвертый думаем ставить в этом году. Круто. Вот я говорю о том, что есть люди, которые работают и головой соображают. Гораздо круче, чем я. Извините. Снимаю шапку. А как вы хотите? Да и я снимаю шапку. Причем делаю это гораздо чаще остальных телевизоров. Вы сюда приезжаете для чего? Ну, опять же, по пути. Едем в сад. Взяли скобы, взяли уголь, взяли рожек и дальше едем в сад. Шашлычок. Шашлычок. И приезжаете вот сюда, на шоссе Холмогорска, вот дробь 3? Да, всегда, постоянно. Вот, увы, так и получается. Люди живут и меня учат. Потому что я такой же крендель, как и вы. Без крутизны и гонора. Вот так получается, да? Мы сюда приезжаем и вот вместе с сыном смотрим. А сынок хотел посмотреть. Потому что я сразу объясняю. Сыночек, здесь как-то теплицы делаются суперовские. Представляете, да? Вот. Человек, ну, шикарнейший, понимаете? И мысль-то у него же классненькая. Где все место там находится, вот, на холмах стройрынок. Вот. Какие теплицы? Вы это видели в предыдущих сюжетах. Последующих покажу еще. Как сюда доехать? Самый простой вариант. Едем вот сюда. Вот сюда. Едем просто. Вот. Проспект или переулок космонавтов. Соединяет левобережную часть Орженикинского района. И выезд в сторону Челябинска. Что за моей спиной? За моей спиной. Что за моей спиной? За моей спиной. Тюрьма наша. Чуть-чуть вверх поднимайтесь, приезжайте сюда. Вот и все. Поехали.